короче говоря всем привет да тут должен сюда сюда всем привет друзья серфер бездельники девианты мы продолжаем наши эфиры и сегодня сегодня я думаю у нас будет очень интересный эфир потому что все люди которые у нас сегодня будут в гостях это все люди с непростой судьбой вот непростой биографией многие короче говоря и непростыми связями что там говорить и первый гость это будет виктор курчев который у нас в прошлом году произвел фурор своими эфирами по энергетике в ноябре если быть совсем точным потом в 19.30 подтянутся арестович и сергей дацюк и мы тоже посмотрим что они какую нам благую весть принесут я думаю что это будет интереснейший разговор потому что в принципе дискурс с ними всегда искрит но начнем мы с энергетики назвали назвали тему что-то неправильно написал сегодня какой-то прямо сейчас не экономика военного времени а энергетика военного времени превью все правильно поставили а тут нет короче говоря энергетика военного времени и тема которая касается нас всех потому что энергетика это база экономики без экономики энергетики без эконом без энергетики экономики не будет соответственно государство функционировать нормально не сможет и мы хорошо знаем что на протяжении последних месяцев из-за вторжения россиян украина получила очень мощные удары удары по энергетическому сектору будь то нефтепереработка будь то газопереработка будь то генерация электроэнергии потому что мы потеряли ряд ключевых электростанций и очевидно что россияне имеют свои виды на украинскую энергетику собственно говоря запорожская стала одной из первых которые забрали россияне как бы под свой контроль и это был очень чувствительный удар но мы начнем с энерго там они с атомки мы начнем с газа потому что это все очень вообще напрямую всех задевает вот просто здесь и сейчас и ты написал статью на прошлой неделе на этой неделе на этой неделе начале недели у меня уже честно говоря вот в таком режиме идет это деле ты написал большую статью которая вызвала ну такой фурор министерстве энергетики не только у журналистов потому что ты фактически там написал и обвинил в том что глава на к нафтогаза ветренко он фактически реализует такой план который с помощью законопроекта подготовлена в верховной ради позволяет вытащить несколько миллиардов долларов вот и кинуть в том числе наших американских партнеров и это вызвало ответную реакцию в том числе и со стороны нашего гостя постоянного участника значит наших эфиров в среду мы писали с андреем закревским эфиры он как раз вот специализируется на газе у вас была с ним большая полемика в фейсбуке можете зайти посмотреть но я вот как всегда хочу чтобы объяснения были из первых уст и поэтому вот расскажи с чувством с толком с остановкой в людям как ты умеешь какие претензии к ветренко и на кучу они чего не там замутили давай тогда немножко хронологическом как бы вот если взять прошлый год 21 гривни ввп украины составлял там 5 там и 4 десятых триллиона гривен доходная часть бюджета там около двух расходная там 2 и 4 сейчас по результатам вот этих наших значит военных событий как бы так далее значит экономика просила сильно можно по разум как бы это оценивать это там 25-45 процентов там по ввп по крайней мере там сзади на 1 полгода да ну и в половину упали значит доходы бюджет расходы не упали расходы выросли понятно мы сейчас финансируем дефицит из разных начат источника вот поэтому когда абсолютно случайно значит я услышал что комитет энергетики там 17-18 июня он ушел там два дня в пятницу в субботу значит рассмотрел и рекомендовал к голосованию первом чтении как бы законопроект стоимостью двести шестьдесят четыре миллиарда гривен это больше четвертой части скажем так доходной части вот военной к бы экономики вот когда сейчас на ту безусловно как бы на угла остановился на всей этой истории то есть никакого ну я не слежу там за витринка или там за его биографии лично чем-то это был абсолютно такой вот как бы спонтанная как бы история значит я его прочитал вообще говоря ничего не понял ну вернее что там написано в этом законопроект по понятно значит непонятно зачем там позвонил куда надо не с этим друзьям значит собрал все под наглупную как бы этого законопроекта то есть от пояснительной записки значит там экспертных насчет выставков и все основные документы которые вот в этом как бы документообороте подготовки законопроекта прочитал их немножко подохриняло еще больше вот это все истории ну капнул еще глубже вопросе посмотрел как бы хронологию этого вопроса значит ну и стало совсем как бы нехорошо на минуточку мы воюющая страна истекающая кровью вот потому что хронология событий оказывается следующее там когда там во второй половине мая соединенные штаты значит огласили о помощи украине там 40 миллиардов долларов почему все там немножко путают понятие они это называют как бы лингвизом немножко разные вещи лингвиз это механизм финансирования как бы вот это военного заказа а помощь 40 миллиардов долларов конкретно она имеет определенную как бы структуру вот ну по англосаксонской традиции большая часть этих денег идет как бы обратно в сша на всякие там подряды консалтинг и все как басты значит а есть составляющая насчет книг там 8 миллиардов долларов позиция там прямая бюджетная поддержка то есть это украина украины до бюджетная поддержка как бы украина вот и тут недолго думая значит быстрее всех сориентировался это бы юрий юрьевич по-моему это было 7 июня уже значит вашингтоне на позвоню хельсинской комиссии выступил как бы с пламенной речью о том что вот значит у нас война ситуация как бы тяжелая впереди значит тяжелая зима вот у нас значит наш баланс рога газа рвет нам есть необходимость импортировать 6 миллиардов кубов газа это кроме внутренних добыч и которые у нас есть вот если посмотреть спотовые цены как бы в европе вот они там такие то поэтому это 8 миллиардов долларов и аккуратно как-то случайно эти цифры как бы совпали потом включилась значит лоббистская машина значит министерство энергетики ну то есть кабмин инициатор этого законопроекта пояснительную записку ночи готовил в министерство куб энергетики подписанной министром энергетики галущенко вот ну как бы я вчитался в этом ну принципе это она большая такая инициатива стоимостью значит там четверть доходной части как бы нашего кризисного военного бюджета и теоретически их ну как бы тема важная вот ну теоретически пояснительная записка к любому законопроекту она вообще говорит должна наверное пояснять и объяснять значит эти деньги вот там должно быть наверное какой-то баланс газа там наверное должны какие-то там быть какие-то цифры измеряющиеся там в кубических метрах которые надо помножить на какую-нибудь как бы прогнозную цену возможно одну цифру от другой отнять понять какую ну ассальдо какая у нас дельта выйти на что-то и вот это что-то обосновать и сказать ребята нам надо иначе капец так вот там этого нет там абсолютно как бы фантасмагория значит общие как бы лозунги и слова про то что как бы ташку и там значит не будем мы предвыщивать тарифы для населения и еще все остальное нет ни одной цифры состоятельной и нет никакого обоснования дальше в соответствии с процедурой подготовки как бы законопроекта министерство финансов готовится то есть как бы выставки вот есть такой на полторы странички подписанный там замминистра финансов профильный метод как бы выставок вот который безусловно не отвечает ни один из поставленных вопросов ну имеем как бы статус есть законопроект который прошел комитет и как бы принят проголосовым первом чтении то есть идет на всех порах ну я не думаю что совсем на всех парах значит я насколько я понимаю там будет штук поправок там штук 300 по сути вот еще там там спама там наверно больше тысячи поэтому не совсем как бы на всех парах ну по крайней мере первая часть как бы прошло значит и поэтому в силу того что это достаточно как бы резонансная как бы история ну я написал подробную статью я нарисовал вместо министерства энергетики как инициатор как бы закона баланс газа это мое личное как бы творчество на 90 процентов он начнет основывается на публичных данных которые можно было как бы найти ну последнее время все вот открытая база там оператора гтс и так далее не закрыты но это правильного по понятным причинам по понятным причинам вот но вообще говоря как бы это не секретно как бы цифры вот и человек который плюс минус как бы в теме может как бы это сделать вот я написал статью в силу того что вот именно вот такие вот причинно-следственные связи потому что есть то что там по сути нарисованы и по сути предлагается на потому что в этом в сегодняшнее время это мародерство в прямом смысле вот но еще же и и как это делается то есть какими руками значит по всей вот этой как бы как бы цепочки вот поэтому я написал там статью достаточно как бы значит такими же у жесткими формулировками вот для высшего командного состава их выделил значит жирным кп текстом вот и да действительно там есть обвинительным формулировки обвинительного кп характера о том что руководство на к нефтегаз украины вводят заблуждение руководство государства и вводят заблуждение что самое главное самое опасное наших американских партнеров доноров в данном случае да и эта вся история очень плохо пахнет очень плохо пахнет мы понимаем что мы воюем с колес вот идет война страна истекает кровью у нас умирает люди мы воюем с колес мы четко и абсолютно видим прямую корреляцию между там пришло там блок там оружие там или боеприпасов да на мы там отбили там части там условно север донецка да там ушло мы начинаем вести там потери по 200 человек там в день убитыми и там по тысячу раненым это же прямая как бы зависимость мы на вот этой вот как бы капельница то есть да будет будет оружие там дойдем там до урала там не будет как бы ну значит будем значит не знаю там из подполья значит как бы воевать как-то так вот и сама вот это вот вся вся цепочка произошедших событий как бы на один месяц это вообще говоря очень дурно пахнет пищу пахнущие история потому что я привел баланс значит привел там другие как бы цифры что баланс посчитал да то есть грубо говоря грубок ланс получаются 264 миллиарда гривен которые вот этим проектом закона начать и тет об оказании прямой бюджетной помощи нефтегаза украины состоят по сути из трех цифр первая цифра это 76 миллиардов гривен вторая эта цифра 38 миллиардов гривен и третья цифра это 150 миллиардов гривен значит 76 миллиардов гривен это назовем это так по простому это стоимость ошибок регулирования прошлых периодов то есть это там это как это накопившиеся долги иные стыковки грубо говоря которые нужно свернуть на то есть это не все там экономически обоснованные тарифы там житло коммунной арго значит это не балансы газовые газотранспортной системы и так далее так далее то есть это это много как бы составляющих но в первой цифре вопросов нет то есть я там со специалистами поговорил там ванкреев профильном департаменте которые как бы где-то 2 миллиарда за 6776 миллиардов гривен это дамляну это это не не скажем так мы же мы же знаменитым газовый сегмент энергорынка это первый сегмент который был первый либерализированы то есть это же мы же не не 20 лет назад не в 90-х годах мы говорим о том что это рынок этот рынок не должен предполагать как бы субсидии если плена как бы логика цены внешне внутренне как бы так далее и как бы кроме составляющие там транзита грубо говоря тарифа на транзит все остальное но не регулируется почти вот они как бы не ну но все равно эти перегибы были в прошлом периоде 38 миллионов до 38 миллиардов вернее это вторая цифра составляющим это в покрытие в разницей тарифов текущего периода до конца года так и это чтобы не повышать ну типа значит а стукнув даже даже не совсем как бы так значит это вот чтобы как типа чтобы не повышать тариф это это 150 миллиардов гривен это последняя третья цифра это так называемая псу для населения то есть она так называют а то есть он это это специальное обязательство то есть грубо говоря как бы тясти без рынок но у тебя есть там льготные потребители например там ну на электрическом рынке это например население и зеленые да и те и те имеют механизм субсидирования определенные там население передам энерго атом а зеленый они там через тариф украинерго там регулировать и далее ну псу то там спецобовестки так называемые на которые так вот 150 миллиардов псу значит каждая значит если с первой цифрой можно сказать согласиться значит вторую цифру я считаю завышенные в 2 и 5 2 и 7 раза вот эти вот 38 миллиардов гривену например пусть будет 14 а третья цифра это вообще фантазмагония потому что если значит ну не но не 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 жонглировать понятиями а начинать с того как оно должно начинаться просто взять баланс газа понять что у нас потребление внутри понять динамику добычи понять наши дефициты понять сколько где эти сколько тебе на газа нужно на функционирование газотранспортного оператора гтс и так далее ты напомнил к бассе функций и понять сначала то есть что нам надо а потом считать это в деньгах значит а и и понятие псу он уже имеет скажем так этот газ можно через механизм псу датировать в случае если он импортированный нам на нужды псу импортированы нужды псу ну и распределенный то лишь поставлены значит ну на минуточку у нас страна у нас у нас депрессия у нас каждый год значит последним много лет уменьшается потребление внутреннее потребление газ она убит уменьшается быстрее чем внутренняя добыча газа она стагнирует не немножко уменьшается а сейчас мы имеем скачок уменьшения потребления газа стопа за мы имеем ну там там половина страны стоит в мариуполе разрушена два крупнейших завода на счет запорожен на счет азов сталин четверо сколько не потребляли не помнишь сумме где-то полтора миллиарда по год кубу на одесский припортовый стоит 750 миллионов значит все азоты стоят 2,5 миллиарда плюс вот вот плюс 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 вот как ни крути хоть вдоль и хоть поперек считаем но мы не потребим в двадцать втором году даже если у нас будет аномально холодная зима больше двадцати миллиардов то что мы за в прошлом году было двадцать шесть 26 и 7 это может у меня к 19 вот у меня как бы ум рост рост вернее падение вот это вот оценка наш лично консервативная то есть прошлом году была теплая зима пусть она будет холодная пусть у нас там часть населения вернется пусть у нас там и и так далее и так далее у нас начито ну инфраструктура разбомблена у нас есть разбомбленная т.ц. вот разбойная котельная там нет кременчук прилетела там чернигов в ахтырка в ахтырку прилетела значит и так далее то есть где эти потребители то есть грубо говоря перед тем как выйти на вот эти цифры что-то просить особенно из донорской помощи воюющей стране тут и нужно раз документик второй документик третий документик прийти чё к чему-то и обосновать и когда я выполняю эту работу вместо них и из соображений просто значит гражданина значит включается как бы бота-ферма значит прилетает ко мне привет о том что вот как бы наехал не прав потому что во-первых баланс секретный нельзя публиковать вообще какой балл газа балл газ он открытые все его публику не ну так вот баланс для засек ну какие вот аргументы я получил ну этаж но не поножить не получилось содержательные дискуссии по принципу виктор подожди вот здесь например вот значит вот в этом разделе у тебя там с плюсом ты потерял там из на там 500 миллионов кубов а вот в этом разделе с минусом ты потерял там у тебя минус там 500 миллионов то тебя табы дельта там миллиард почему он баланс вообще можно секретно миллиард который там ты не учу я понимаю русский свой язык так это ну как ну как это объяснить здесь сейчас ну и поэтому что не но это тоже как бы это это на самом деле позволяет понять какую-то логику процессов там да условно говоря такое как вы если бы если бы объем газа тот же самое то это значит означает что какая-то часть промышленности работает понимаешь допустим на чтобы на летнее время когда промышленность по сути потребляет газа жп шанипат Common то есть то есть грубо говоря то есть грубо говоря если взять вот просто вот можно как угодно фантазировать, но если ты просто возьмешь и загонишь в табличку, простую табличку, внизу будет итоговое, там, с простым калькулятором в цели, и начнешь как бы как-то по этим статьям как-то, ну, какой-то маневр может быть, да, но он как бы несущественный, он не изменит глобальных выводов. Вот глобальные выводы, которые написаны, они не поменяются, ни каким способом, даже если это миллиард туда-сюда там тасовать, потому что это, безусловно, это, ну, ожидаемый баланс, потому что мы в динамичной ситуации как бы живем, да? Но там он еще на техническом газе говорил, ну, скажем так, если там свести в кучу для общего употребления его, значит, у него было несколько посылов. Первое, значит, баланс секретный, о нем лучше, как бы, значит, не расшуждать, вот, потому что может прилететь, значит, российская ракета. Куда? Ну, куда-нибудь, я не знаю, ну, там так написано, это же цензоринет, значит, кстати, с публичной историей, я в своем втором посте, такого хамовато-саркастическом, значит, дал же, как бы, все ссылки, да? И сгруппировал, как бы, и ответил, значит, на это все, вот, поэтому, то есть, это первая аргументация. Второе, я не понимаю, что такое буферный газ. Вот, я, конечно, много недостатков, я, опять же, значит, натура хамовато-нарцистического, как бы, склада, вот, но фраза, вот, Куртьевна, разумею, еще такой, еще такие буферный газ, меня, вообще говоря, заделал. Ну, и поэтому я в таком стиле, как бы, я ответил, да? Вот, потом, потом, и еще утверждение уровня, значит, там, детского сада старшей группы, цитата, это, якшеный бутатриску, ну, в системе имеется в виду газа ТРЭ, баланс на партюре, кавычка закрываю, ну, цитата, цитата закончена, это абсолютно, как бы, ахинею, да? Потому что это, это вообще, значит, не нефтегаз Украины, это после амбайдлинга, там, 19-го года, это отдельная структура оператора ГТС, в балансе предусмотрены все составляющие, в том числе на, значит, так называемые, там, выравнившие техничные вытраты газу для работы в газотранспортной системе. Наконец-то виски. Да, да, я как раз приболел, у меня севший голос на этом. Вот, поэтому, как бы, это, как бы, ну, абсолютно бессодержательная, как бы, дискуссия, вот, и, на самом деле, выводы обратные, потому что, чем больше у тебя транзит, ну, вот, чем больше у тебя транзит, Украина должна обеспечить, например, там, Россия перекачивает, там, 100 миллиардов, например, по году, да, или, там, 40, или ноль, да, то у тебя затраты газотранспортной системы на прокачку и на поддержание давления в системе и так далее, они, как бы, растут, они прямо пропорциональны, но ни в коем случае не обратно пропорциональны, значит, объему прокачки. Вот, подожди, я теперь из хольного учебника физики постараюсь тебе вопрос задать. Да. Вот, если давление в трубе, условно говоря, оно постоянно должно быть на каком-то уровне. Вот, при существующем объеме, значит, прокачки, значит, примерно гуляющих где-то 700-800 миллионов кубов газа, которые постоянно находятся в трубе, они, это газ оператора, значит, ГТС, он отражен в соответствующей строчке, как бы, баланса, а сам баланс, построенный мною, построен на основании действующего транзитного пятилетнего контракта, который Юрий Юрьевич заключил с Газпромом в конце 2019 года. Точка. Любая содержательная дискуссия со мной, это дискуссия в структуре, как бы, этой таблички. Точка, вторая. Смотри, вопрос такой, просто они же говорят, что там порядка 5 миллиардов нужно этого газа, вот технологично. Нет, нет, секунду, они запутались в показаниях. Значит, американцам Юрий Юрьевич говорит, ребята, значит, нам надо 6, причем купить по 1000 с хером долларов, это 8 миллиардов долларов, это он говорит американцам. На европейских рынках? Принимает, ну, проект пока, проект закона, в котором в пояснительной записке во всех их расчетах нет ни одной цифры и ни одного, как бы, баланса, ни такого, ни такого, никакого, да? А в устных беседах, например, на прошлой неделе, значит, это вот, на прошлой неделе, в прошлый четверг, по-моему, ну, откровенно, значит, Юрий Юрьевич поругался с нашим, ну, с Шмыгалем, с премьером, да? Вот по вот этому вопросу, потому что история для внутреннего употребления о том, что там есть постановка Кабмина, о том, что мы там до конца этого должны закачать 9 миллиардов в подземку. Сейчас там есть 10 с лишним, надо еще 9, вот будет там 19, там 20, значит, и вот этого, как бы, хватит. Так вот, Юрий Юрьевич вступил в спор, что нам столько не надо, нам достаточно 15-16. Всего? Всего, ну, вот, до закачать. До закачать? Да, 10 и до закачать. А эта, эта часть покрывается украинской добычей. Да. Точек. Вот, я же вот хочу дойти до этого момента. В формуле, которую предложил я, вот когда я говорю о том, что, ребят, вот тут завышено, и даже если мы поставим себе цель не до конца года, значит, а пройти отопительный период, ну, например, там, на 1 апреля 2023 года, да, то есть пройти еще как бы зиму, и поставим себе задачу, чтобы остатки в подземках на 1 апреля 2023 года были не меньше, чем были в этом году, на 1 апреля, да, то максимум, максимальный импорт, который может быть, это 2,5 миллиарда, но никак не 6. Это кубок, да, 2,5 миллиарда. А если мы ставим задачу просто пройти зиму, то правильный ответ – нисколько. Нисколько. Смотри, правильный ответ – нисколько. Так вот, нельзя брать за 6, 8 миллиардов долларов, а потом делать нисколько. Так нельзя делать. Есть еще один вопрос тут. А какими средствами располагает сам «Нафтогаз», что у него в деньгах? Потому что этого вообще никто не знает, никто не видит, и вообще… При этом это является богатейшей организацией, все об этом абсолютно хорошо знают. Все там мечтают работать. Ну, прям все. Ну, давайте так, вот. «Нефтегаз» публикует свои ежегодные отчеты. У него есть как бы аудит. И как мы знаем, даже человек, который неглубоко в теме, хочешь, не хочешь, и периодически мы там слышим по телевизору о каких-то там астрономических гонорарах за эффективное и успешное управление нефтегазом Украины. Каких-то баснословных, там сотнях миллионов каких-то, значит, премий, значит, золотых парашютов и так далее, и так далее. Ну, вопрос такой, ну, раз, знаете, такая прибыльная, как бы, организация, да? Как я же там, у меня еще одна интересная, как бы, табличка была в этом статье. Значит, я привел структуру цены газа внутренней добычи. Структура цены газа внутренней добычи – это 4400 гривен за 1000 кубов, включая 30-ти процентную рентабельность Укргаздобычи. То есть, у тебя есть внутренняя добыча с экстра, значит, ну, с низкой стоимостью, она в 10 раз ниже, чем импортный паритет сейчас, ну, по крайней мере, в 10 раз ниже. То есть, около 100 долларов там, да? Чуть больше. Значит, ну, там 100, там 50, да, а здесь там 1,5 или там 1200, ну, то есть 10 раз, грубо говоря. Значит, есть Укргаздобыча. Значит, есть оператор ГТС. Это отдельная, как бы, отдельная, как бы, структура, юридическое лицо разделено после НБА, имеющего отношения к нефтегазу Украины. То есть, есть функция добычи. Есть функция оператора магистральной сети. Есть еще в структуре нефтегаза, значит, остался Укротерный газ, это оператор подземных хранилищ газа, да? То есть, есть затраты, связанные с технологией добычи, передачи, распределения и поставки. А есть некая виртуальная экономика надстройки на к нефтегаз Украины, которая над этим всем наседает. И на либерализованном рынке газа, который уже, как бы, уже, там, три года, как, ну, не должен требовать, как бы, субсидий, особенно если у нас цифры, как бы, сходятся, да? Значит, просят, ну, по моим расчетам, 174 миллиарда гривен лишних денег. То есть, если с цифрой 76, вот этой составляющей, мы соглашаемся, с цифрой 14, значит, мы соглашаемся, вот, например, 90 миллиардов гривен. И с 38, да, и 0, и 150, вот так вот. Да, если это все просуммировать, то около 90 миллиардов гривен, справедливая оценка, ну, как справедливая, справедливая в кавычках. Если мы этими деньгами, в основном, платим за прошлые периоды, из-за вот этой, значит, нестыковки и хреновое регулирование, да, то спрашивается, кто этим управлял, как регулировал и за что, как бы, бонусы, да? Вот, ну, как бы, тем не менее, значит, с этой цифрой можно, как бы, согласиться. Вот, а остальное все, 174 миллиарда гривен, это абсолютная фантасмагория. Когда? После выхода моей статьи, а потом, значит, мы, вот, этого саркастического поста за последние, там, 2-3 дня, значит, у меня было, там, много разных, там, дискуссий, я, там, все пишут, кто в личку, кто звонит, что ты творишь, значит, кто заказал и все такое. Ну, вот, и, в результате, была же, там, скажем так, ну, подпольная часть, как бы, дискуссий, но это было, это было много, вот, я много времени, там, потратил, там, за последние, как бы, дни, на то, чтобы, там, в душу. И, вот, та, которая, подводная часть, как бы, дискуссий, да, они тоже несостоятельные. Ну, ты же, Виктор, понимаешь, что это же всего лишь намерение, это же не деньги бюджета, это же деньги донора, при условии, что они будут, вот, а потом, даже, если они будут и придут, там же, возможно, вот, если мы их, как бы, не потратим, то есть, нему нужно будет столько газа, вот, если мы, как бы, не потратим, они же останутся, как бы, на счетах, они же никуда не денутся, вот, а если у нас что-то прилетит, какая-нибудь, там, инфраструктура будет разрушена, а нужно будет, и тогда, я парирую, ребята, подождите, а у нас что, считание нефтегаза Украины, это, как бы, закрома Родина, это самая, как бы, надежная, как бы, история, может, наверное, логика функционирования военного Кабмина должна быть другая, наверное, это должен быть некий, там, резервный фонд Кабмина, прилететь может не только, ну, извините, подземное хранилище, вообще, говорите, жилу разбомбить, можно, там, тактической ядерной бомбой. Так зачем им его, они кого-нибудь по газовым этим не бьют? Ну, можно бить, можно ударить по С, можно добить, там, последняя, там, ТЭЦ, которая перед началом отопительного сезона, мы же не знаем, куда прилетит, но если куда-нибудь прилетит, и нужно будет что-то, там, быстро, как бы, решать, тогда через час после того, как прилетело, военный Кабмин должен, там, собираться из резервного фонда, например, там, что-то выделять и что-то делать. Наверное, оно так должно функционировать, а не по высосанному из пальца предлогу, значит, 5,5 миллиардов долларов на минуточку из 8, значит, ну, я не утверждаю, что они будут напрямую спизжены, да, значит, но нецелевым образом потрачены, скорее всего, да. Может ли себе истекающая кровь у страны, ну, как бы, позволить себе? Думаю, что нет. Значит, отдельно, отдельно, несколько моментов, сейчас скажу, значит, вот логика моего, вот, вот этой, вот, как бы, статьи, разбора и так далее, вот именно такая, как я рассказал, да, потому что, ну, это же достаточно энергетика, это узкая, как бы, экосистема, да, я, во-первых, я знаком с Юричем лично, да, значит, у нас много общих друзей, вот, он не является моим, ну, лично оппонентом, как, как бы, как человек, да, я в данном случае критикую конкретно вот эту взятую инициативу, они, у нас там, ну, разная история, и мы, и там, полтора года назад, когда он был исполняющим обязанностям министра, как бы, и не только я, там, наши там, расширенные команды помогали, значит, ему, как бы, и так далее, то есть, да, это первое. Второе. Я понимаю, что в силу того, что там есть, там, мышиная возня, значит, в комитете, значит, в Раде, значит, есть, там, разные фигуранты, там, не знаю, Герус, Кучеренко с пролетарской ненавистью друг к другу, и моя статья, вот, последние дни, она стала неким, ну, там, на котором, там, одна из сторон трясет в воздухе, да, то я... Триггером. Ну, условно, то есть, еще раз, это не моя песочница, да, то есть, мне ее не заказывали, то есть... Задержал бы обидно в этом случае. У меня даже слышал, значит, конспирологическую версию из, там, из кругов, значит, около ювилища, что это, значит, хитрый замысел, значит, ну, задача Офиса Президента, значит, поставленная мной, вот, таким вот образом, значит, торпеду запустить, чтобы, там, его убрать, вот, абсолютно, как бы, ахинея, это, как бы, не так. Ну, это так же, как Гетьмансов, когда мы вот так вот начали, ну, не акции протеста, это не акции протеста, это просто начали эту игру, как бы, там, да, по поводу того, что он делает, и что экономический курс нужен для этого, то, что такие же пошли игры, он там Свериденко обвинил в том, что она, значит, этот заговор подготовила, ну, короче, смотрите, значит, еще раз, значит, я свободный гражданин в свободной стране, да, значит, я могу себе позволить вот такую позицию, она не касается только вот этого эпизода или, там, только, там, значит, нак нефтегаза, да, значит, та же там колонка в «Украинской правде», которую, там, веду, там, уже, там, два, да, там, это, вот, если посмотреть на хронологию, как бы, статей, это абсолютно единая, ну, как по мне, значит, здравая логика взаимосвязанных, как бы, тем, которые в разные периоды, как бы, актуальны в том или ином моменте, как бы, я их, как бы, комментирую, значит, и, ну, как минимум, это все, как бы, последовательное, ну, гармоничное продолжение меня эти тексты, гармоничное продолжение меня. Витя, подожди, я скажу зрителям, что я обязательно поставлю ссылочку на статью на ОП, в подводку, в подводке все будет, я дам ссылку на его аккаунты и полайкайте эфир для того, чтобы распространились мы как можно лучше, как можно больше и радовали все заблудшие души, которые искренне хочут просветиться и понять, что происходит в вашей стране. В общем, а поэтому там в сухом остатке, чтобы этот кейс закончить, ну вот будет сейчас второе чтение, будет какой-то там процесс, так вот, ну та сумма, которая в конечном итоге попадет в закон, вступивший в силу, да, вот все, что выше там условных 990 миллиардов гривен, вернее, да, это все как бы вот в пользу того, что как бы я сказал. Смотри, Денис Ефремов пишет вопрос, который я тоже хотел задать, а объем собственной добычи, как сильно уменьшился сейчас из-за войны, насколько покрывает сегодняшние потребности? Ну я так понимаю, что это тоже закрытая информация, но мы можем делать какой-то вывод. То есть он в компоненте, ну, во-первых, год не закончился, потому что у нас, кроме, у нас есть там, или в период активных боевых действий, ведь у нас же часть добычи, это Полтавская и Харьковская область, на счету там Шебелинка, значит, и так далее. Сумская еще не. Вот, поэтому, но сейчас вот он, он не сильно просел, скажем, внутреннее потребление газа как бы сильно, сильно просел. Больше чем? Больше чем? Больше чем, сильно просел, да, сильно просел, то есть оно, скорее всего, укргаздобычи упадет по году, там, процентов на 5, наверное, на 7, вот, как и в прошлом году. Это, если так, что-нибудь конкретно не прилетит куда-нибудь, значит, это мы, скажем так, без, 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 без военного фактора, вот. Вот, и по-хорошему, значит, если ставить задачу просто, прохождение как бы зимы, значит, дополнительно импортировать ничего не нужно. А так, чтобы совсем, как бы, мыслить категориями резервного фонда, запаса и так далее, вот, тогда нужно, ну, вот, два с половиной, это примерно тот объем, который реальный. Максимум. Смотри, еще одна тема, которая, вернее, дополнительная тема. Можно один вопрос есть? Ну, я бы даю, ну, давай, потому что это очень важно, ну, в контексте, чтобы не уходить. Доброе. Есть же еще частная добыча. Нет, конечно, нет. И частная добыча, она год от года росла? Да, она немножко растет. Да, она немножко растет, она немножко растет, то есть, поэтому, как бы, ну, какие-то существенные изменения, там, в этом году, к прошлому, значит, опять же, если конкретно куда-то не прилетит, быть не должно особо. То есть, мы, там, миллиардов 18, значит, по итогам года, там, может, 17, чуть меньше, значит, там, 17 копейками мы должны, как бы, выдать, вот, ну, минус-минус-минус, и даже если оптимистический баланс потребления, там, до 20, вот эта вот разница небольшая, которую нужно, там, дополнительный импортировать. Участники порядка, я смотрю, пяти, да, миллиардов добывают? Участники порядка пяти миллиардов добывают? Миллиардов кубов, да. Более, даже больше? Чуть больше. Даже больше. Шесть? Около шесть, чуть меньше шести, наверное. Так, все-таки вопрос про деньги, я хочу уточниться. Вот я открыл статью на Нафтогазе, которая называется «Оприлюднение скороченную консолидованную промежную финзвитность за 9 месяцев 2021 года». Я читаю, я ничего не понимаю, кроме того, вот тут написана такая фраза, может, вы разъясните, что она значит. Значит, национальная кампания была прибутковой в 2019-м році, але, якщо відняти прибутки від діяльности с транзиту газу, за яку в кампанії тоді відповідав Юрій Вітренко, який зараз очолює кампанію… Ну, то старая грызня. …то і у 2019 році «Нафтогаз» був був збитковым. Нагадаємо, Вітренко пішов з кампанію початку 2020 року і повернувся в якості гринга 2021 року. Смотрите, есть личный конфликт Кобалев-Ютренко. Мы сейчас говорим про систему… Это старая грызня. Пробутковая была в 2019 году. Значит, что в 2019 году была зафиксирована официально большая прибыль? Ну, смотрите, давайте так, что такое была пробутковая? Значит, по результатам… Это означает, что взяли, и бухгалтерия насчитала по итогам года баланс с плюсом. Да, я понимаю. Потом прошел аудиторский учет, подтвердил отчетность консолидированную, и это все зашло в годовой отчет. И все получили бонусы. Смотрите, я просто помню, что у нас в последнем году, в 2021 году «Накнафтогаз» завесил всю страну билбордами с брендом «Накнафтогаз». С кучей абсолютно всяких картинок непонятных, с хлебопекарями, с детьми, с бабушками, с дедушками. И все это про «Накнафтогаз» какая-то хорошая компания. То есть деньги были для огромной рекламной кампании, как минимум. Но они боролись тогда за розлицу, потому что они старались. Но там не было из-за рекламной кампании такого, что-то следовало, чтобы вообще она нужна была. Параллельно они наращивали свое присутствие в розлице, потому что они пытались выкинуть структуры фиртыша, что в конце концов им удалось по итогам первичных событий. Мы как бы идем в Европу, газовый рынок как бы нейберализованный. У нас разделен, выделен оператор газотранспортсистемы в отдельную структуру и все такое. Но постепенно «Накнефтегаз» снова начинает превращаться в вертикально интегрированного монстра. Заправки забрали, фиртышевские облгазы забрали, еще что-то забрали. Возят топливо и так далее и так далее. Чем у тебя больше вот такая вот компания с вертикальной интеграцией и с внутренним каким-то перекрестным субсидированием, вот этих всех там дивизионов между собой и так далее, чем мутнее вода, тем больше возможностей. Вспомним на самом деле то, что «Нефтегаз» Украины создавался в 1997 году товарищей «Бокайон». Для того, чтобы сделать надстройку, в которой будут консолидированы все финансовые потоки сырая украинно-российского газового скобосхематоза для формирования ресурсов подвыбора 1999 года. Ну что и было сделано. А потом «Бокая» выгнали в Москву. По большому счету, если сделать реальный рынок и реальную конкуренцию, места для этой структуры в этом жизненном пространстве конкуренции нет. она просто умрет без допинга в 174 млрд гривен. Ага, все равно я не понимаю, честно говоря, сколько у них денег своих. Давай слухи. Нет, слухов много. Потому что аудиторы, они же анализируют бумажки. Да. Зашло, пришло, значит, акт приемки передачи газа. Такой период, такой период, 10 лет назад, 15 лет. Это период, но там переходящие остатки с года в год. Сколько там реально газа, значит, ну как бы это нужно проверять. Когда в 2014 году, после первых событий, когда Крым откололся. Вот у нас там в Крыму одна подземка, например. У нас там была очень хитрая херомантия с газом и так далее. Ну это ж не первый год и не последний, значит, которые вот, ну подобных всяких там скандалов, слухов и так далее, с этим как бы связаны. Я не следственный как бы орган, это как бы не моя функция. Может вы знаете, сколько денег у них реально, чем они располагают? Потому что даже по билбордам, я тогда задавал запрос, я дал запрос, дайте мне, пожалуйста, информацию о том, сколько денег вы потратили на эту рекламную кампанию. Они мне не ответили, это тоже секретная информация оказалась. С начала 90-х всегда как бы нефтегаз, это был президентский бизнес. В лучшие годы там Бакая, значит, а потом его там, значит, последующих руководителей, значит, это вообще там спецоперация. Бывало такое, что когда там какой-нибудь большой там зачет или большая оплата там Украины с Газпромом, это какой-то расчет происходит, он происходит на протяжении одного банковского как бы дня, и где там закрывается там большая очень история со всеми. Это большая, но необъятная как бы тема. Можно все свести к одной цифре, что можно сказать, что, условно говоря, они распоряжаются доходом, не знаю, как они его вымывают, обналичивают, какая разница. Но мы знаем, что это, например, миллиард долларов, два миллиарда, пять. Если судить по отчетности нефтегаза, то никакой господдержки, вот сейчас, в размере 174 миллиардов гривен быть не должно, и на счетах нефтегаза Украины должно быть достаточно оборотных денег для закупки на 2,5 миллиарда долларов вот этого газа, который мы посчитали, для последующей его внутриукраинской перепродажи по рыночной цене. Окей. Это не касается ПСО для населения, оно не нужно. Для этого используется внутриукраинский газ, то есть он с двукратным запасом добывается в Украине. А для рыночных там сегментов и так далее, да, это рыночная история. Которая резко уменьшится. И у него должна быть эта оборотка. Смотри, здесь Олег Попенко очень такой комментарий сделал в тему, что если газ частной добычи, тогда газа может точно не хватить. Но в этом случае вопрос к Витренко. Где газ, который был добыт в 2021-2022 году с учетом падения потребления? И тут же он выше написал, что Витренко опубликовал данные остатков газа в 10,5 миллиардов кубов. Но никто не дал данных чей этот газ. Если это газ украинской госдобычи, тогда деньги не нужны. Насколько я понимаю, меньше 2 миллиардов это деньги нефтегаза. Вот в этой цифре. То есть это в большей степени газ частных трейдеров. Так, и еще вот люди спрашивают, доставка газа кому грощит? Потому что многие люди до сих пор не поливают. Вот это когда пошли платежки двойные. Когда за газ и за доставку газа по инфраструктуре тогда. Ну это как бы такая тема, которую там жуют постоянно журналисты. Просто после амбайндлинга и разделения как бы функций, то тебе не имеет значения на самом деле. У тебя одна итоговая или как бы две составляющие. Они просто как бы расщепляются, идут как бы разным. Люди просто думают, что они больше платят. Нет, они не платят больше. Они всегда всю жизнь платили некую итоговую цену. Но она была в рамках одной вертикально интегрированной, условно, компании одного трейдера. А сейчас это как бы разделенная история. Не платят. То есть, вернее так, они платят больше, но по другим соображениям. Это не за счет арифметического разделения двух цифров в платежке. То есть, по сути, эта плата появилась для того, чтобы газ из различных источников мог появиться в трубе потребителя. Нефтегаз Украины, условно, не залазил в деньги других субъектов. Да, то есть, есть инфраструктура, инфраструктура доставки газа. Ею могут пользоваться все продавцы газа. И, соответственно, если ты заключаешь договор с любым продавцом газа, то за то, что ты эту инфраструктуру пользуешься, ты за это платишь. А раньше, когда был накрофтогаз монополистом, то просто это все включалось в общую цену. Ну вот, я думаю, что мы объяснили. Давай перейдем к энергоатому, потому что уже 1859 время идет. Перейдем к атомной энергетике, потому что там ситуация просто такая вопиющая. После потери запорожской атомной электростанции. При очень таких странных обстоятельствах, вокруг которых ходит масса домыслов и слухов. Но очевидно, что ключевой вопрос заключается в том, насколько атомка будет сбалансирована, насколько она способна выполнять свои функции. Потому что часть топлива мы получали из России, 50 на 50 практически. Часть из России, часть Вестингхаус нам поставлял. Что там? У нас периодически в информационном пространстве появляются всякие всплески. На прошлой неделе, например, СБУ выпустило ролик на сайте о задержании одной из рук правых и левых деркача. В рамках дела как бы деркача и так далее. Как правило, народ реагирует на какие-то внешние проявления. Я немножко издалека начну, как это вообще все функционирует. Состоянием на 1991 год Советский Союз имел мощнейший в мире атомно-помощный комплекс. В 1991 году мы как бы разделились. На территории Украины осталось тогда пять. Сейчас Чернобыльская выведенная эксплуатация. Она еще генерирует больше 20 лет электроэнергию. Тут четыре работающие атомные электростанции. Ну и другие, скажем так, объекты или предприятия атомно-промышленного комплекса. То есть мы как бы часть этой большой системы. А «Росатом» вначале это было министерство, потом это было федеральное агентство ядерной энергии, которое в 2005 году возглавил Кириенко, который в 2007 году его реорганизовал в госкорпорацию «Росатом» и там до 2016 года его возглавлял. Вот 2016 года, будучи первым заместителем главы администрации президента Путина, он остается главой наблюдательного совета «Росатома». Так вот «Росатом» является правоприемником, скажем так, основной как бы к подчасти этой инфраструктуры, скажем, правоприемником Министерства среднего машиностроения Советского Союза. «Росатом» — это огромный конгломерат. В его состав входят не только операторы атомных электростанций, которые на территории России находятся. Их там 29 тысяч мегавайт. Туда входят все предприятия ядерно-оборонного комплекса. Туда входят огромные индустрии обогащения урана. Туда входят предприятия по производству ядерного топлива корпорации «ТВЭЛ». Туда входят предприятия по переработке этого отработанного топлива. Туда входят, например, «Атомфлот». Атомные ледоколы. Атомные ледоколы, да. Туда входят все конструкторские бюро и научные институты. Это такая большая история. «Росатом» контролирует 45% мирового обогащения урана. С большим отрывом от сварого места. Ну и процентов 17-18 топлива. Производства топлива. То есть это большая история. Она очень сильно технологически увязана со своими бывшими осколками. То есть с нашим, украинским атомным промышленным комплексом, который сейчас в значительной степени это предприятие на экозрагатах. Но у нас есть такое понятие «криптоколония». Когда у тебя не прямая экспансия другого, а через тонкие механизмы агентов влияния и так далее, ты фактически… Стратегия непрямого воздействия. Так вот, с первого дня украинской независимости и до сегодняшнего дня, до 1 июля 2022 года, 30 лет, атомно-промышленный комплекс Украины является криптоколонией «Росатом». В разные периоды это реализовывалось через разные менеджменты, через разных директоров криптоколонии. Когда, например, последние 16-17 лет, это одна бригада. Когда в 2006 году товарищ Мороз предал «Оранжевую коалицию», значит, и Виктор Федорович Ченокович, значит, через год после «Оранжевой револиции» стал премьер-министром, то по квоте товарища Мороза господин Геркач стал президентом на экозрагатах. И был президентом до 2011 года. А до и после, значит, ну и до сегодняшнего дня, как бы я понимаю формально, значит, народный депутат. В 2007 году, значит, был подписан тогда там Скириенко из корпорации ТВЭЛ, в частности, большой договор там про топливо. Вот, а до этого еще с 90-х годов у нас очень много, скажем, соглашений, значит, ну, с… Значит, это были разные структуры в разное время, значит, условно с «Росатомом». по вообще, вот, как мы взаимодействуем в этой сфере, да, потому что, значит, ведь цикл, ну вот, на территории России реализован заплатный ядерно-топливный цикл. Тебе уран нужно добыть, да, тебе нужно его, как бы, обогатить, значит, тебе нужно, там, сделать, как бы, топливо. Потом это топливо едет, там оно, там, отрабатывается. Потом оно, там, отстаивается, значит, потом через, там, 20 лет оно идет на переработку. То есть, него из этого отработанного топлива вынимается, ну, по технологии, все, там, полезные, как бы, элементы. Вот, потом эти, вот, остекленные отходы, вот, ну, по международным, как бы, соглашениям, они должны вернуться в страну, в которой, как бы, это было отработано. Вот эти, вот, остекленные, значит, отходы должны вернуться в Украину, значит, и мы должны их здесь захоронить, ну, в специальном хранилище. Вот такой большой этот цикл, там, 25-летний, условно, да. Так вот, уже, как, уже, там, несколько лет у нас тикают штрафы, потому что то топливо, которое вывезено с 94-го года с маленьких блоков Ровенской атомной электростанции, мы должны были его уже принять у себя и хранить эти остеклованные отходы у нас на хранилище. Оно у нас не построено. Это в районе ЧАЭС или где? Да, вот оно у нас не построено. Значит, вот, то есть глобально, глобально, это такая большая, большая, как бы, система. Вот, с 2006 года по 2011, как бы, Деркач лично, значит, руководил, значит, энерготомом, потом был короткое время, значит, этот южно-украинский директор КИМ, потом короткое время Константинов, он был вице-президентом у Деркача, сейчас Константинов возглавляет 11-м дивизионов, там, Росатома. И в разные вот периоды, вот, если взять, как бы, его команды, Деркача, как вот и в Атоме, и как народного, как бы, депутата, он был народный депутат по округу, там, Субской области, то есть целый ряд, там, персонажей, их, там, человек 15, разные, там, помощники, команды, которые, там, всю жизнь, там, следуют за шефом. Всех его, значит, непоснасят. Где-то до 2014 года, назовем это так, значит, условно команда КП Деркача, значит, была, ну, так, управляющим партнером. Комплекс. В 2014 году другая команда Мартынинка Желания, там, до 2020 года была условным управляющим партнером. Они пересекались с ними или нет, по интересу? Ну, этот управляющий тот миноритарный, потом наоборот. То есть они с друг другом не были в конфликте? Ну, вот, с 2006 по 2011 год Деркач на посту президента Энергатома не сделал ничего, там, из ряда, вон, выходящего. То есть это были абсолютно ровные, рабочие отношения, там, с Энергатомом. То есть никаких, там, свет-эффектов. Это были договора, скажем так, убирающие конкуренцию. Вот есть, вот, есть, как, бруса, там, есть, вот, топливо оттуда, договоренности такие, там, запчасти, там, на, там, для реакторов, оттуда, и все оттуда. Это такая вот ровная, значит, многолетняя, ну, такая вот зависимость, ну, и, как бы, текущая, как бы, работа. То есть никаких, из ряда вон, выходящих вещей он, как бы, не делал. То есть 30 лет. Мартынинка Желания уже там выгли бы во времена? Потом, в период президента Недашковского, там, с 14-го года, там, по 20-й, грубо говоря, значит, это вот, там, та команда. Вот, то есть, грубо говоря, все равно, вот, ну, когда я говорю о том, что это криптоколония Росатома, то конечным бенефициаром этой всей истории все равно, как бы, является, как бы, Росатом и российская сторона. А есть, как бы, ну, какие-то, там, персонажи, вот тут вот, которые имеют какую-то, там, свою, как бы, там, условную коррупционную ренту, которая снимается через, там, фирмы-прокладки, там, по, ну, поставленную компанию. И вот так это работает. Вот так это всегда работало, 30 лет. Значит, в 20-м году, когда, в начале 20-го года, когда уже, ну, уже, как бы, сменилась команда, уже вот, значит, значит, я вам расскажу один простой кейс, понятно, как это происходит, да, значит, вот, например, там, какое-то время, несколько месяцев, значит, его президент Энергоатом, значит, был, ну, директор одной из, ну, Ровенской АЭС, он, я так понимаю, отказался просто быть фунтом, уважающий, как бы, себя человеком. Вот, и в начале 20-го года, значит, нашей Минэкономики, значит, выпустила конкурс на президента Энергоатома. Я так понимаю, были, там, предварительные, как бы, договоренности о том, что, уже, как бы, господин, как бы, Галущенко должен быть, как бы, его возглавить. Ну, это, значит, действующий министр. Конкурс выпустило Минэкономики. Министерство Энергетики в лице, как бы, Оржеля, значит, написало квалификационные, как бы, требования. Вот, и в этих квалификационных требованиях, кроме общих, там, требований, там, значит, MBA и все такое, ну, там, абзац специфических требований, то есть, если назначаешь первое лицо атомоэксплуатирующей организации, там есть специальные требования, там, сертификат МГТ, например, там, еще что-то, да? И когда конкурс был опубликован, значит, вот этот вот абзац, по которому Герман Валерьевич Галущенко, ну, не проходил, значит, он был потерян. Начался, там, небольшой, как бы, скандал, значит, его замяли. Вот, Оржель перестал уже, как бы, быть министром, был, там, переходную, там, еще месяц выполнил, значит, Виталик Шубин, значит, был его министром. Он подал директора одного из станций, вот, четыре, как бы, станции, вот, Котин тогда был, значит, директором Запорожской АЭС, потому что он по формальным признакам удовлетворял. Он был назначен временной исполняющей обязанности, вот, а уже после Шубина, как только пришла, как бы, значит, Ольга Буславец, значит, ну, а, соответственно, как министр подала, там, двух замов. Это, значит, первый вице-президент, это Валерьевиченко Герман и Хартман, значит, как там, еще один вице-президент. И вот это, вот, условно, значит, первая линейка Энергоатома была назначена, там, весной 2020 года. Ага. Ну, и назовем это так, что, там, ну, с тех пор, значит, вот, ну, есть вот эти, там, ну, команда в широком, как бы, смысле, значит, господина, как бы, Геркача, ну, вернулась в Атом и снова, можно сказать, что, это, ну, поменялся, там, управляющая, как бы, криптоколония. Ага. Суть особенно, как бы, не поменялась. Значит, все остальное, вот эти, вот, там, утечки, там, американские запросы, санкции, не санкции, ну, не было бы, не знаю, там, выступления, там, Деркача, там, по пленкам Порошенко Байдена, например, да? Ну, может, и не объявили бы его, значит, там, не наложили ли американцы, как бы, санкции, значит. Тут один скандал, там другой скандал, там третий скандал, это все частности. Правда состоит то, что, вот, это функционирует вот таким вот образом. И это знают все. Все в энергоатоме это знают. Все подрядчики это знают. Как это работает? Значит, в любой из наших основных спецслужб, там, в ГУРМО, значит, в СБУ, в профильных подразделениях и так далее, да, есть там материалы по миллионному количеству. Все это знают. Ну, я так понимаю. Часто чего? Ну, миллион, миллион разных частных каких-то эпизодов. Эпизодов, да. Эпизодов. Ну, это все, как бы, частности. А выстраиваются они, в общем, как бы, четкую картину. В зависимости от РУСАФОРа. Да, вот главная задача, да, чтобы... Какая эта сеть, сколько? Значит, нельзя сказать, что не было за это время там попыток, ну, на самом деле, половина топлива там заместили в Гастенгаусе, да. Были правильные попытки, например, там, импорта заместить некоторые там запчасти. Вот простой эпизод, я его сейчас приведу, потому что это вот сейчас, это эпизод периода войны. Угу. Еще в каком-то далеком, значит, ну, вот, есть известная история, постоянная, как бы, скандала, да, там, на несколько миллиардов гривен в год, энергоатом, каждый год покупает, там, разные, там, запчастей, значит, УРУ с дизеля или, там, всяких разных прослоек, значит, на дизель-генераторы для атомных электростанций. То есть, собственная нужда атомной электростанции, это первая особая, как бы, категория, даже если тут будет, там, ядерная война и отключение, там, ты не можешь отключить собственные нужные блока, тогда у тебя, там, включаются, ну, дизель-генераторы, которые тебе дают их до источника. Вот, когда Чернобыльская станция, когда вот они, она была под оккупацией. Была критическая ситуация. Была критическая ситуация, что, потому что там были, там, периоды, когда, там, неделя-полторы, значит, работали дизель-генераторы, и нужно было подносить, подвозить, как бы, солярку, потому что мы, ну, потушили бы, собственно, нужные, как бы, запрошкой станции. Так вот, это история десятилетий, коррупционная история. Так вот, Медошковский вышел в 2014 году, президент, с правильной инициативой, например, импортозамещения этих запчастей. Поручили предприятию, как бы, в этом проекте, или как там называется, поручили импортозамещение сделать. Ну, оно там было частично сделано, должны были сделать там пилотные, произвести там первую партию, где-то поставить, проверить, ну, и так далее. Была такая вот история. И когда это уже выходило на финишную прямую, 21 февраля этого года, за три дня до начала активной фазы войны, исполняющий обязанности Энрогата Макотина издает приказ об реорганизации шляхом проединения вот этого предприятия к другому предприятию. И с передачей всей документации в другом предприятию, ну, так вот, чтобы остановить эту историю. 4 апреля он издает другой приказ, значит, по остановке действия первого приказа. А 6 июня, вот сейчас, после своего назначения уже на постоянку, потому что он там два года был исполняющим, и он, да. Он сдает еще один приказ, третий, который отменяет апрельский приказ и возобновляет действия первого приказа. Вот это, 21 февраля. О том, что вот это предприятие шляхом реорганизации, шляхом проединения, значит, вливается в другое предприятие. Все было бы ничего, только вот это предприятие, куда вливается, оно в Энергодаре находится. Который оккупирован? Который оккупирован. И у директора вот этого предприятия возникает резонный вопрос, у него, его главного бухгалтера, ребята, вы с ума сошли? В смысле, куда документацию передать? В Энергодарку оккупировали? Кому? Кому? Вы с ума? Вы хотите, чтобы у нас мордой фолл за сепаратизм или как? Ну, смотри, ну, это вот реальная история, вот сейчас. Как это можно так-то? А что в сожвании случилось в этом контексте? Ну, по официальной версии. Я понимаю, профессиональный версий. Прибыл на Запорожскую АЭС, попал под обстрел. Это понятно, реально. Ну, есть как бы догадки, но у меня нету достаточно оснований для того, чтобы... Ну, гипотезу давайте хотя бы. Ну, разборки, разборки крыльев, значит, этих... Росатома? Криптоколонии. Кто представляет крылья в данном случае, все-таки? Ну, Жванет всегда был партнером Мартыненко. Мартыненко — это Яценюк. Кто еще? Яценюк. Ну, Мартыненко... Ну, у них же у всех длинная история, начиная еще там с оранжевая революция, значит, и так далее. Ну, смотрите, еще схема, ну, лица могут поменяться, периоды могут поменяться. Вот глобально, значит, воюющая страна, значит, нашедшая, как бы, себя, должна взять и, значит, резать по-живому. Потому что... Ну, резать в эту ситуацию, резать по-живому, должна, значит, резать, да? Потому что, ну, я не являюсь, значит, правоохранительным, как бы, органом. Я понимаю, да. На основе публичной информации, которая, как бы, уже есть, публикуется, да? Вот если взять, там, основную, там, команду из 15 человек, значит, вот, значит, ну, которые, там, в разные периоды времени, там, работали с командой, и, значит, и так далее. Там, значит, Галущенко, значит, Котин, Бояринцев, Отраж, Жирков, и так далее. Тут много, да? У каждого второго российский пост. Вот как это можно, как бы, трактовать? То есть вся структура энергоатома и, соответственно, атомных электростанций. Да. Ну, и при этом Деркач под санкциями США. Да, не просто под санкциями, идет общение между, как бы, органами, что на прошлой неделе, в начале прошлой недели, там, приехал, там, пришел, вернее, пришел сюда к нам, там, значит, в РНБО запрос, там, ФБР на эту тему. Как это так получается? Что у вас в этом вообще происходит? Ну, вот, ты задал, вот, вопрос вначале про эпизод по Запорожкаевск, да? Ну, вот, много вопросов с этим. Ну, вот, 24-го утром, значит, российские войска переходят в крымский ПВ-Шейк, Перешейк. Значит, ну, разделяются. Эти, условно, там, на Херсон, уже там, полдевятого утра они были Херсоны. Потеряли два часа, агентура местная, там, с СБУшными погонами показала, где там мост заминирован, вот, его разминировали и пошли дальше на Николаев. А потом пошли на Николаев, обошли его, на минуточку. Да. Дошли до Первомайска, это 30 километров до Южноукраинска уже. То есть они же туда и шли, а потом вот эту колонну, там, ну, побили, подвернули, ну, и... То есть они тупо хотели захватить сразу, как, по-моему, если зашли вот сюда, на Чернобыль, сюда пошли на Запорожье, а там и шли по той дороге вверх. Энергетику хотели оставить. Ну, Одесса, это же в другом направлении, это нужно петлянуть сюда, да, то есть, как бы, ну, вот, что мы, ну, ну, это же факт, даже не догадка, это факт. То есть они хотели, по-моему, еще захотеть, можно больше. Только на минуточку, что происходит дальше? Ну, все понимают ночью 24-го, что, как бы, началась война. Значит, ну, атомная электростанция, как бы, это, значит, особые объекты, значит, там, базировалось подразделение национальной гвардии. Национальная гвардия имеет, там, штатное расписание условно от мирного времени и военного времени. В течение первых нескольких дней национальная гвардия выполнила все, как бы, рекламенты, донабрала персонал, укрепилась, имела уже бронетехнику и так далее, и так далее. Там до тысячи человек, до тысячи человек с бронетелью на Запорожской атомной электростанции было наш, ну, было подразделение национальной гвардии. Пока вот эта вот часть войск, ну, дошла туда, в сторону, значит, Запорожской области, потом окружила там Энергодар и так далее, она снялась. И без единого выстрела, как бы, ну, вот, Энергодар, это же такой аппендикс, это же тебе, чтобы из него выйти, это нужно вернуться, там, сюда, или сюда, и пройти. А вот линия фронта. Она снялась. Героический народ Энергодара, значит, с помощью, значит, покрышек, значит, и, там, этих, там, дней 5 держал, российские войска, на въезде в город. А боеспособное подразделение национальной гвардии Украины, как бы, ну, вот, вывелось из объектов. Опахивает договорняком. Ну, давай так, значит, я, конечно, как бы, не военный эксперт. Но на мне, Хлопянский розум, атомная электростанция, это очень удобный объект для обороны. Ну, враг не может по ней стрелять, как по другим объектам. Совершенно верно. Он сильно удобнее, чем какая-нибудь Азовсталь. Он такой же огромный, укрепленный, как бы, так далее, там, на отразделении. Но любой выстрел в сторону, значит, там, станции, в сторону, там, реакторов, это, как бы, караул на весь мир, там, и так далее. Хотя они стреляли, кстати, они же стреляли. Два раза, там, один прошел, один, там, снаряд, как бы, не знаю, не взорвался, как бы, и так далее. Более того, по большому счету, даже если их с помощью, там, обычного, там, оружия, там, попытаться устроить какую-нибудь кодированную, как бы, катастрофу, условно, повредить, там, первый контур, и так далее. Это, вообще говоря, сложно сделать. Там такой уровень армирования. Конечно. Можно повредить, как бы, там, некую, там, систему охлаждения, или, там, собственные нужды, электрическую часть, тогда, как бы, защиты сразу погасят, просто, как бы, реакторы, и так далее, да, то есть, не будет. Можно, конечно, бахнуть по, этому, ну, по хранилищу отработанного топлива, да, у тебя будет, там, небольшой выброс, выброс локальный, как бы, радиоц, ну, такой, вселенской, там, или, там, там, всеукраинская, или, там, какой-то катастрофы, как бы, не случится. А Карула будет, как бы, на весь мир. Входят разные слухи. Входят слухи, что, там, директор Запорожья КС встречал российские войска со словами «Добро пожаловать на новую станцию Росатома». Это сотрудники оттуда говорят? Угу. Я не, смотри, я, у меня есть, я перепроверял, доступно мне, значит, значит, одни источники это опровергают. Я не, я не могу, как бы, это утверждать. Угу. Значит, но, например, Росатом получил доступ к документации в Истинг-Гаус. Американцы очень сильно недовольны этим фактом. Угу. Как это могло произойти? Это те таблетки, которые в качестве топлива спутят? Ну, послушай, ну, вот, ну, заходит у тебя на станцию несколько сотен вооруженных, как бы, людей, и, там, например, там, пять или, там, десять человек, как бы, Росатома. Но если у тебя персонал станции не сотрудничает, как бы, с агрессором, да, то ты будешь, там, 25 лет, значит, искать на этой станции… Ну, да, там без персонала остался. …интересующая, там, тебя, там, документацию или, там… Конечно. Нет, это же невозможно. Конечно. Ну, есть четкие, значит, как бы, информация, как бы, о сотрудничестве и так далее. Да, не все это, как бы, ну, вот это, агенты, значит, криптоколонии. Вот, и сейчас же вопрос, что дальше? Это на минуточку 6000 мегаватт. Шесть блоков крупнейшей в Европе, поэтому на станции. 18-20 процентов. Там из основных четырех отходящих линий сейчас, значит, там две перебиты, значит, она сейчас работает двумя блоками, значит, и в разный период где-то полторы тысячи 700 мегаватт. Так вот, два блока где-то по 700, 750, 800 мегаватт несут вот сейчас, ну, в последнее время, да? Она просто больше физически не может выдать в сеть. Но русские ведут работу. И вот эти вот все фантасмагорические выступления там разных вице-премьеров о том, что если украинские не будут платить, мы сейчас ее переподключим, на Крым, значит, и будем снабжать, значит, Крым, значит, электроэнергией, значит, Запорожской атомной электростанции, Росатома и все такое. Значит, это же, ну, это сложно сделать технически, потому что это не просто, это я не взял там рубильник, выключил, как бы и так далее. То есть мы с 16 марта, мы отключились от России и Беларуси, мы синхронизировались, как бы, с Европой. То есть на сегодняшний день украинская энергосистема, включая и там Запорожскую, там, и Херсонскую область и так далее, мы синхронизированы, значит, с Европой и не синхронизированы с Россией. АЭС передает эту электроэнергию сейчас в Украинскую сеть, в Украинскую сеть, да, это нельзя просто, как бы, так сделать. Это большой комплекс работ по восстановлению линий, они их уже наставили на Крым, там, 4 магистральных, как бы, линии, значит, по, в конечном итоге, по разделению и рассинхронизации юго-восточной части энергосистемы Украины с Украины и синхронизация ее, как бы, с Россией. С созданием связи, там, через Крым, там, и через, как бы, Ростовскую область. Там много технических моментов, но они их сейчас решают, они эти работы ведут. Значит, гауляйтером, значит, оккупированной, как бы, территории, как известно, чисто случайно, является, как бы, Сергей Кириенко. Эти люди понимают, что они делают. Значит, если с нашей стороны ничего не происходит, то, там, до конца, там, года, они могут это сделать. Опять же, это не одноходовка. Понятное дело, что, там, при наличии, там, 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 химарсов, значит, высокоточного оружия, значит, есть, там, уязвимые, как бы, точки, можно, конечно, там, они, там, месяц работают, мы два раза пульнули, еще на месяц отсрочили, и так далее. Можно, конечно, в режиме такого пинг-понга, значит, с уничтожением, как бы, инфраструктуры, сетевой, то есть, не по, не по атомной электростанции пулять, а, там, по сетям пулять, да? Перебивать связи для того, чтобы не позволить им это сделать. Вот, ну, вот так вот это все. Ну, и получается... И я думаю, что очень скоро мы потеряем связь. Вот сейчас есть связь, там, у Украэнерго и у Энергоатома, значит, по соответствующим параметрам, Украэнерго видит всю телеметрию, например, там, с Запорожкой АЭС, мы сейчас управляем ей, и она генерирует в украинскую сеть, как бы, эту энергию. Но в любом случае ты можешь прекратиться, и они эти работы ведут. Вот, а, например, вопрос. Мы не контролируем, ну, физически, не контролируем в Запорожской АЭС. У нее есть украинская лицензия на эксплуатацию, выданная нашим регулятором. Сказалственная инспекция, ядерно регулированная. Если у нее есть наша лицензия, то Украина несет ответственность за все, что там происходит. Происходит. Если там случится какая-нибудь там техногенная история, мы за это несем ответственность. А МАГАТЭ, вот этот вот, что они пытаются МАГАТЭ затащить туда, с инспекцией? Они пытаются. Вот, а мы имитируем вид, на мой взгляд, глубокая озабоченность. Ну, имитируем борьбу. Вот вопрос, почему мы не лишим ее лицензии? Тогда оккупант будет нести ответственность за эту инфраструктуру. Простой вопрос. Вот мы Запорожскую, в смысле, это, Чернобыль, значит, забрали регулятор лицензии, а вот Запорожской нет. Много вопросов? Ну, что не так? Очень много вопросов. Да все так, на самом деле. Очень-очень-очень дурно все это пахнет. Начал смотреть, как были действительно бои по направлению к Южноукраинской АЭС. Там ведь действительно за Вознесенск, получается, да? Это вот этот, да, Вознесенск, город перед прямо Южноукраинской АЭС. Что-то мне, мне почему-то кажется, что если так случится, значит, что батьку дожмут, и они полезут к белорусской границе, значит, будут почему-то рваться на Ровенскую АЭС. Да, это логично. Тем более, то, что они делали в феврале, показывает, что у них четкий интерес к нашей ключевой энергетической инфраструктуре. Ровенская АЭС, это на минуточку, сколько там, 2,8 гигабона. Смотри, значит, 30 лет был как бы один режим, мы сейчас перешли как бы в режим активного, ну, то есть, не холодной войны, как бы, а горячей. Мы не можем с перевязанной одной рукой, значит, с закрытыми глазами и так далее, но в этой войне победить. Ну, это очевидно. Сто процентов. И потеря энергетики, это, ну, это катастрофа будет для нас. Потому что, если мы потеряем Ровенскую, раз еще, неукрепим ее сейчас, потому что, вот там один из зрителей написал, что тогда на Вознесенске остановили этих тварей ТРУ. Если бы не было ТРУ, то, то было бы, как бы, такая же беда, как и... Теперь, скажем так, плавно переходить вот эту историю, вот смотри, значит, вот давай зададимся значит, вопросом, вот в каком вообще у нас сейчас вот состоянии, значит, оперативно, да, значит, наша энергосистема, какие у нас есть источники, на которые мы можем как бы рассчитывать и с чем мы зайдем в зиму и как это будет работать. Да, это ключевой вопрос сейчас. Ну, справедливости ради нужно отметить, что у нас на там 37, там, до 40% просела нагрузка по тем же причинам, по каким просела потребление газа, потребление электроэнергии у нас тоже просела, причем в некоторых западных областях, куда там внутренняя миграция началась, как мы называем, она чуть-чуть выросла, центр просел немножко, а юго-восток просел очень сильно, очень сильно. И мы, например, там, ну, сегодня, сегодня, например, у нас вечерний пик будет, там, ну, 12 тысяч, там, 9-10 вечера, 12 тысяч. Зимой до 25 доходит? Нет, это сейчас. Я имею в виду, а в прошлом, для сравнения, месяц к месяц, а в прошлом июне, там, или 1 июля, там, прошлого года, можно посмотреть, но это там, ну, 17-18 тысяч. Существенно. Из этих двух, где-то 12 тысяч, 2 с копейками, это потребление оккупированных территорий. То есть, мы можем по-хорошему рассчитывать на источники, на контролируемой части территории, а пока мы по инерции снабжаем не оккупированные, которые, как бы, не платят. Там, зимний максимум, например, там, прошлой зимой был условно как бы 25 тысяч, ну, прогнозно, если там, эту же пропорцию, там, соблюсти, грубо говоря, у нас будет зимний максимум там 18. То есть, подожди, я уточню, то, что ты говорил по оккупированным территориям, когда ты говоришь 12 тысяч в сутки. Ну, не сутки, это пиковое, это мгновенное пиковое потребление вечернего максимума. то есть, вот это вот, когда на пике, то если бы еще мы не датировали оккупированной территории, то было бы еще меньше. То есть, по сути, мы как минимум потеряли... Мы отдаем электроэнергию туда, ну, и там, практически не платят. Вот так, что он там рассказывал про историю с платежами и субсидиями, бюджетами. То есть, мы потеряли где-то четвертую часть потребления, а если... Мы потеряли больше. А если с учетом третую часть потребления, мы потеряли третью часть потребления. Поэтому, значит, по-хорошему, по-хорошему. Запорожская АЭС под оккупацией, Каховская АЭС... То есть, Запорожская она под оккупацией, но сейчас там полторы тысячи мегаватт генерит. Каховская АЭС под оккупацией, но сейчас мегаватт 300 генерит. Например, Славянская ТЭС стоит, Углегорская ТЭС, что-то там, какую-то мелочь генерирует, Луганская ТЭС давно стоит, Кураховская. Если взять крупные источники вдоль Юго-Востока, на которые по-хорошему мы не очень-то можем и рассчитывать, потому что в любой момент полноценное обслуживание этих станций не происходит, часть угольных, которые работают, они дожигают уголь, который был, которого не будет, потому что логистику обеспечить невозможно на сегодняшних условиях. И поэтому, наверное, у нас должна быть хотя бы трехсценарный план, каким образом мы входим и проходим зиму. То есть, извините, тут получается, что на следующий сезон нам будет очень трудно завести уголь, потому что вся логистика сейчас забита. Логистика забита и у нас стоит море. Через порты мы уголь не завезем. Мы можем только, условно, через Польшу, где-то его принимая и так далее. То есть, вопросов очень много. Понятное дело, что это война, это динамично развивающаяся история. Наверное, там надо строить как минимум три сценария. Некий базовый сценарий. То есть, мы говорим о том, что линия фронта где-то, где-то как-то будет. То есть, мы не восстановим контроль над всеми территориями. Есть источники, которые на оккупированные территории, и мы на них по-хорошему не можем рассчитывать. То есть, если победоносное наступление украинской армии до конца года, мы в это все верим и надеемся, их там выбьет, и мы получим доступ снова, контроль над этими объектами, пусть это будет приятным бонусом. Ну да. И то, приятный бонус – это такой вопрос. Потому что отступающая российская армия в агонии вряд ли нам оставит рабочие энергообъекты. Наверное, будут взрывать мосты, взрывать инфраструктуру, взрывать станции. Наверное. Но предположим, некий оптимистический сценарий. Предположим, некий базовый, в котором ты имеешь право рассчитывать на источники центра и запада Украины. Вот эти источники у нас на этой территории. Кроме того, что я перечислил то, что это минус. То есть, ЗАЭС – минус. Там же в Энергодаре находится еще ТЭЦ Запорожская – минус. Каховка – минус. Славянка – минус. Углегорка – минус. Курахова – минус. И еще в ТЭЦ. У нас есть разбомбленные ТЭЦ. Контролируемая территория, но с прилетами. По-моему, Черников частично восстановили в Кременчуге. Жопа – Ахтырка. Минус, минус, минус. Если вот эти минусы сложить – это 10 000 мегаватт. Это 10 000 мегаватт. И у нас на бумаге установленная мощность украинской системы 54 000 мегаватт. А зимний максимум той зимы был 25 000. То есть, это 10 000 не в рамках 54-х. У нас есть 20 лет назад законсервированные газомазутные блоки, которые там поднять нельзя. То есть, это не бумажная мощность. Это реальная ликвидная мощность, которая покрывала потребление последней зимы. И из нее 10 000 мегаватт выпало из баланса. Но сопотребление же меньше будет. Ты же сам говорил, что на треку будет. Меньше. Но если ты оставшимися источниками… Тут есть еще один момент. У нас второй блок Нахменицкая и АС-. Там авария была в апреле или когда? Там была авария. Идет по ней расследование, кто виноват или прочее. Или халатность, или диверсия, или что-то. Но даже если отстрочить ремонт на полгода или на год, до следующей весны, грубо говоря. И можно запустить турбину без цилиндра высокого давления, грубо говоря. Запустить ее не на 1000 мегаватт, а на 700 мегаватт. То есть там есть частичная потеря мощности. То есть грубо говоря, если взять этот баланс. Например эти 18 000 мегаватт. Ну не 25 000, а 18 000. И попытаться их покрыть доступными нам источниками, которые мы при сохранении статус-кво по линии фронта и так далее можем рассчитывать. Ну это получается, но получается с натяжкой. А у нас же еще экспорт пошел. До этого был немножко на Замость, потом на Молдову. А вот у нас сегодня уже второй день. В первые 100 мегаватт на Румынию как бы идут. Зарабатывают. По баснословной цене. Хорошая история, она правильная. Только на минуточку. В октябре надо будет говорить нам может быть и про импорт. И мы по баснословной цене уже будем импортировать. Так вот, это наш базовый сценарий. А пессимистический сценарий, Ну, предположим, опять же, не достигнувшая своих целей Российская Федерация. Значит, проигрывающая на всех фронтах. После седьмого или восьмого какие-то санкции. Им очень больно. Начались внутренние процессы. Деструктивные в Кремле. Плавный трансфер власти, еще что-нибудь и так далее. Даже агонирующая Россия способна сделать какой-нибудь массовый прилет из 50 крылатых ракет в день. Ну, две трети из которых, например, будет сбита или упадет сама. А треть там долетит до цели. Если правильно обозначить эти цели, то какой-нибудь там долетевшие 15 крылатых ракет по объектам инфраструктуры нашей ключевой, это вот эти вот, которые у нас в базовом балансе, в базовом сценарии. Нам может быть очень больно. И теоретически мы должны иметь ответы и на пессимистический сценарий. Что будет, если это будет уже как бы Сталинград? Значит, у меня есть несколько идей. То есть нужно говорить точно об импорте. У нас существует как бы соглашение, договоренность с европейцами, но предусматривает, когда мы говорим там про 100 или про 600 или про 1000 мегават экспорт-импорта, то там плюс и минус стоит. Но технически мы должны понимать, как мы на украинской стороне будем это делать. А еще, например, одна идея. Вот если мы не дадим 174 миллиарда гривен Юрию Витренко, а, например, там сформируем резервный фонд Кабмина, и сейчас, сегодня, 1 июля, условно Кабмин военного времени примет решение для основных монополий, которые владеют ключевой инфраструктурой критической, а создание, например, М-запаса. То есть прилетела ракета на магистральную подстанцию. У тебя есть там номенклатура оборудования долго изготавливаемого. Типовая линейка выключателей, например, трансформаторы такие-то, кто-то такое-то и так далее. Если оно прилетело на какой-нибудь ТЭЦ, например, и так далее, мы понимаем самые уязвимые моменты, то есть откуда может прилететь и что может пострадать. Почему мы сегодня, 1 июля, не дадим этим монополиям в течение недели подготовить вот эти ремзапасы, выделим им целевые деньги на это, сформируем за эти несколько месяцев ремзапасы и складируем на границе с Украиной где-нибудь в Польше. В случае того, чтобы будет прилет на какую-нибудь магистральную подстанцию, мы в течение 4-5 дней, например, ее могли решить вопрос. Но почему мы этого не делаем? Вот простой вопрос. Вот кому надо дать 174 миллиона гривен? Фонду Кабмина и на создание резерва для критической инфраструктуры? Либо Юрия Витренко на виртуальное посол, которое не будет никогда. И цена же этих решений, это же человеческие жизни. Это человеческие жизни. За всем этим стоим. Мы не деньгами, мы давно это крови уже меряем, уже пятый месяц. Факт. Витя, а такое уточнение, смотри. Слышно меня? Мешка упала. Да, да, слышно. А вот уже арестович с Дациком пришли, сейчас уже будем заканчивать. Но у меня уточнение такое. То, что люди не понимают, очень важно маневрирующие мощности в этом балансе. Потому что одно дело, что мощность общая. Нужно понимать, что когда вот есть пиковые вот эти все морозы. У нас слава богу инфраструктура УкрГидроэнерго рабочая. Никакую. Там дамбу пока ничего не прилетело. У нас есть там тепловая генерация на контролированной части. Мы пока это все удерживаем. Более того, мы опять же все-таки синхронизация с Европой это определенный как бы резерв. И мы должны как бы им уметь гибко пользоваться в обе стороны. И иметь как бы все готовые решения. Потому что если как бы что-нибудь там случится и начнется как бы срачка. Мы не должны потом там три месяца решать какие-то там внутренние задачи. То есть вот она энергетика военного времени. Вот она новая реальность. Спасибо. Что тут сказать? Я считаю, что это был очень крутой эфир. Потому что мы все не осоздаем. Точнее говоря, мы здесь присутствующие осоздаем в какой-то степени. Что нас ждет зимой. Но я думаю, что то, что говорит Виктор, это не звоночки. Это такой же набатный колокол, который пока еще есть время. Чтобы не было как прошлой осенью. В последний момент начали пытаться что-то делать. ввести в ноябре уголь там какой-то. И включать энергоблоки атомных АЭС. И, короче говоря, в последний момент все решать. Поэтому мы обращаемся к обмину, к офису президента, лично к Зеленскому. Обратите на это внимание. Потому что это страшные цифры, это страшная информация. И она требует быстрой реакции на это все. Спасибо Виктору.